Пикап или грузовик. Долгоплательщики стали заложниками непростой ситуации. Их автомобили, больше похожие по характеристикам на грузовые, внезапно отнесли к другой категории. Совсем не бюджеты. Про какие автомобили идет речь и почему так вышло, разбирался Асхат Ниязов. Машина известного бренда с говорящим названием «Тундра». Проходимость, выносливость и, конечно, габариты. Какой-нибудь ленд-крузер и то намного меньше будет. Чтобы вы понимали, вот мой рост, а я человек не маленький. Вот машина. Ну это действительно, это огромный, огромный автомобиль. Говорят, весит такое авто от 3,5 тонн. Мы решили это лично проверить. Так, что показывает? 4 тонны 20 килограмм. 4 тонны 20 килограмм. Можете ближе. Это просто вопрос, мне интересно, какого года весы есть? Ой, они давно, еще советские времена. Советские весы. Точные, да? Ну пока не обижаются. Автомобиль, который мы взвешивали, был более укомплектованный, чем его обычная версия. Поэтому еще давайте взвесим «Тундру» попроще. Так, 3,580. 3,580. В любом случае больше 3,5 тонн. Спасибо. По правилам автомобиль, который весит больше 3,5 тонн, уже считается грузовым. Да из завода-изготовителя в США он выходит с маркировкой «Трак», что переводится как «грузовик». И налог хозяин этого авто все годы, что владеет им, платил как за грузовой. Около 30 тысяч тенге. А пару месяцев назад ему пришло письмо, что он злостный неплательщик. Могли арестовать счета. Выяснилось, что с недавнего времени налог начали считать по-другому. Как за легковой автомобиль пикап и платить нужно вместо 30 уже 600 тысяч тенге. Пикап это машины, это как раньше пирожковозы были, москвичи. Или же еще... Насколько я понимаю, пикап это кузов, который сзади у него есть вот такой багажник. Да, у них тоже есть багажник, но у них идет цельное продолжение кузова вместе с салоном. У нас есть разделенный промежуток, отдельный законченный вид салона и отдельный законченный вид именно кузова. При этом между ними есть промежуток. А в нормах именно на новом кодексе так и пишут. Жесткая перегородка. У нас нет жесткой перегородки. Дальше на шасси легковом платформе. У нас не шасси легковое, это грузовое. По всем весовым категориям, по всем нормативным правилам эта машина проходит таможню как грузовик и должна регистрироваться как грузовик. После интервью Иглик Таутенов вместе с другими хозяевами тундры показали нам, на что способен этот автомобиль. Вот такой прицеп он сможет? Легко, вот это для него это, то вот сейчас зацепим. И действительно, зацепили и поехали. Без всяких проблем машина тянет за собой агротехнику, которую обычно тянет вот такой комбайн. Пожалуйста, легковой автомобиль, по мнению государства. Кто-то может сказать, дорогой автомобиль смогли купить, пусть и налог платят как за роскошь. Но есть одно но. Напоминаю, один из наших сегодняшних героев – фермер. Он пригласил нас к себе на поля, чтобы показать, что такое авто для хозяйства просто необходимо. На нем и сено перевозят, и воду, и даже вот такие вагоны с работниками по бездорожью. Зимой, когда в труднодоступные села пути нет, такой автомобиль без труда пробивает жизненно необходимую дорогу от снега. Нива или еще что-нибудь из этого ценового диапазона на такое не способно. Еще постоянно ломается. Если вы говорите, это роскошь, вот скажите этим ребятам, роскошь ли эта машина. Ну, когда трактор что-нибудь ломается, на нем тянем. Тележки тянем, будку тянем. И не только фермерам помогает такое авто. Узнав про приезд нашей съемочной группы в это село, подтянулись и другие тундра-любители. Я вот сам по себе недропользователь. У меня есть контракт, на геологию есть контракт. Мы тоже выезжаем очень часто. Вот бывает воду, солярку мы возим, продукты ребятам возим. Прицепы цепляю, солярку сам лично вожу, вот по три тонны вожу. Здесь не только вот стою сейчас, вот мы собрались, одно фермерство не надо включать. Она, в принципе, во всех отраслях, вот эти машины, они действуют. Она тоже как-то помогает? Да, у нас интернет в труднодоступных местах, соответственно, в дальних аулах. Также мы переводим оборудование на чем-то другом, в принципе. Альтернативы, к сожалению, другой нет. Национальная палата предпринимателей Атомикен, узнав про проблемы, помогла собрать круглый стол, чтобы хотя бы в онлайн формате представители заинтересованных госорганов могли прокомментировать сложившуюся ситуацию. Начнем с налоговиков. Представитель комитета государственных доходов. В соответствии с одним законодательством их причисляют к грузовым автомобилям, в соответствии с налоговым законодательством – к легковым. Ну, по статье 2 у нас налогового кодекса есть такие положения, которые говорят, что в случае наличия противоречий между налоговым законодательством и другими законами действуют нормы налогового кодекса. Поэтому в целях налогообложения мы применяем нормы статьи 492. А где же вы были раньше, возразили собравшиеся на это? Почему до сих пор одну и ту же машину могут регистрировать по-разному? Где-то как легковую, где-то как грузовую. Есть определенные лица, по которым были начисления, возможно, ранее, как грузовые автомашины. И вот сейчас, когда у нас же есть в том числе камеральный контроль, проходит анализ ранее примененных ставок. Здесь какие-то определенные разногласия по этому и возникают. Однако в дискуссии участвовали и представители другого госоргана – Комитета технического регулирования Министерства торговли и интеграции. Коллеги, я хотел бы вам напомнить, что с 1 ноября 2015 года вступил в силу технический регламент Таможенного союза о безопасности и колесном транспортных средствах. Так вот, транспортные средства, в частности, Тойота Тундра, являются грузовыми транспортными средствами с двухдверной или четырехдверной кабиной и исполнением загрузочного пространства в виде бортовой металлической платформы с открывающимся задним бортом. Аплодисменты собравшихся были недолгими. Представитель Комитета госдоходов не признал этот документ, мол, налоговое законодательство, регламент Таможенного союза не касается. Он предложил владельцам авто воспользоваться их правом и попробовать изменить закон, например, через депутатский запрос. Ну а фермеры возвратились на свои поля, потому что там ждут тундру из города. Летом для сельхозников каждый час на счету. Асхат Ниязов, Наругалим Амрубаев, Хабар, 24.